Всем привет! Пока в Мичигане вооруженные протестующие выходят к местному Капитолию на митинги против изоляции в связи с карантином, показывая всему миру, что такое верховенство Конституции США, где защищать ограниченные права можно вооруженными. При этом полицейские также вооружены, но никто ни в кого не стреляет. Пятилетний парнишка из обычной семьи мечтает о спорткаре Ламборджини, но мама отказывается покупать вожделенный автомобиль. После спора с родителями подросток решает купить спорткар самостоятельно. Родители отлучаются в магазин, мальчуган садится за руль семейного автомобиля и едет из Юты во Флориду. Ребенок мчит по трассе на спидометре уже 30 миль, но в районе округа Обер-Юта юный автомобилист привлекает внимание дорожных полицейских. Вас удивил возраст парня? Офицер также удивился особенно росту. Было сложно доставать и управлять педалями машины, однако помог отогнать транспортное средство на парковку. Денег у пацана было всего 3 доллара, так что на Ламборджини вряд ли хватило бы. Несмотря на то, что инцидент не привел к аварийной ситуации, местный прокурор принимает решение о выдвижении обвинения против родителей. Такая она Америка, свобода и юные американцы. Пешеход, стоять! Что? Офицер, наш разговор записывается. Погодите, вы хотите оставить машину здесь? А почему нет? Но вы же создаете помехи движения. Я паркуюсь там, где необходимо. Ну ладно, просто знайте, что я всё записываю. Вы тоже записываете? Нет? Отлично, пока мы говорим, пожалуйста, держите руки подальше от оружия. Хорошо, я согласен. Хорошо. Что вы записываете? Я записываю наш разговор. Не понял. Наше общение. А, хорошо, я, кстати, тоже записываю. Нормально. Всё законно. Это наше общее право. Безусловно. Чем вы, ребята, занимаетесь? А, просто гуляем и смотрим, как работает Конституция. Молодцы, молодцы. Только поступил звонок от бдительных граждан, будто вы размахиваете тут автоматами. Из моего личного опыта, ваше оружие выглядит автоматическим. А для такого оружия вы должны иметь удостоверение личности, лицензию... Это полуавтомат. Я не могу быть уверен, пока не проверю. Значит, у вас нет основания подозревать, что... Вообще-то есть. Внешний вид оружия в точности похож на автоматическое. Он не завяжен. Поэтому вот моё законное требование. Хорошо. Хорошо. Всё время держите руки в стороне от оружия. А вы выньте руки из карманов и отойдите в тенёк. Так будет лучше. А сейчас я... Вашу фамилию, пожалуйста. Меня зовут Мэк Норк. А сейчас я просто сниму оружие с вашего плеча на проверку. Ладно, но я хочу, чтобы вы знали. Я не даю согласия на обыск. Это будет в нарушении моих прав и пункта 1 статьи 9 Конституции штата Орегон. Пожалуйста, не начинайте. Сейчас мы сделаем так. Вы вытяните руки в стороны таким вот образом. А я сниму оружие с вашего плеча. Ладно, я задержан? Да. Хорошо, но... Пожалуйста, вытяните руки вот так. Обе руки в стороны. Отлично. Теперь повернитесь ко мне спиной. Отлично. Я повторяю, что не даю согласия на обыск. Я вас не обыскиваю. Оружие верно. И тем не менее, вы нарушаете закон, как скажете. Ладно. По опыту я могу сказать, похоже, это не автоматическое оружие. Угу. Оно на предохранителе. В патроннике пусто, но магазин полный. Похоже, что это полуавтомат. Проверяю работу механизма. Работает как полуавтомат. Больше у меня нет повода вас задерживать. Вы молодцы, что решили проверить соблюдение законов. Так. А закон гласит, что если бы это был автомат, то я бы потребовал с вас удостоверение личности и лицензию. Ясно? Предельно. Потому что внешне ваш полуавтомат ничем не отличается от полного автомата. Поэтому я остановил вас. Но у меня есть вопрос. Почему вы изначально подумали, что это автомат, судя лишь по внешности? Из личного опыта. Но ведь полуавтомат внешне ничем не отличается. Знаете что? Приходите к нам на день открытых дверей. Мы показываем, как стрелять из настоящих автоматов и даже даем пострелять. Или подайте документы в кадровый резерв полиции. И в таком случае мы даже выдадим вам автомат. Я был бы рад видеть вас в гостях. Инструкции и анкеты вы можете взять у нас в отделение. Есть еще какие-то вопросы? Может вы хотите добавить? Да, просто любопытно. Вы сказали про личный опыт, так? Но ведь любое автоматическое оружие имеет свой гражданский полуавтоматический вариант. И внешне их никак не отличается. Ребят, хотите развести меня и сказать, что я задержал вас незаконно? Да. Смотрите, с 98-го года все МП-5 автоматические и полуавтоматические выпускались в едином дизайне. Такие, как ваш, выпускались вплоть до конца 90-х. Но ведь без лицензии третьей категории запрещено покупать автоматы, выпущенные после 86-го года. Хотя без такой лицензии можно взять пушку с длиной ствола 98 миллиметров, а при таком стволе массы пули будет не менее 10 грамм. Получается, ваше действие не совсем законно. Может быть, вы и правы. Однако, ребят, у меня нет времени на все эти математические выкладки. У меня уже нет необходимости что-то доказывать. Ранее вы сами признали, что внешне ваш полуавтомат ничем не отличается от автомата. И как вы уже знаете, я сказал об этом, вы больше не задержаны. Мне надо идти, но хочу отметить, что я не прошу вас показать паспорт. Вы можете быть свободны. Я проделал свою работу, и я рад, что вы знаете законы. Более того, пока вы, ребята, здесь, на этом участке, никто не рискнет совершать преступление. Так что спасибо. Есть ли у вас еще какие-то вопросы, комментарии или пожелания? У мутросов нет вопросов. Тогда, ребята, спасибо, всего хорошего. Хорошо, вам спасибо. Ладно, счастливо. До свидания.